Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика потери Российско-фашистских войск в Украине Сегодня у нас 21 июля 2024 года Киев за 3 дня Все как всегда Ситуация на фронте Скажем так Что касается Донецкой области Более менее стабилизирована Есть подвижки Рашисты атакуют Но продвижения там практически нигде нет Поэтому особо описывать нечего Но идут очень тяжелые бои Ну как описывать нечего Смотрите Потери расистов можно описывать Потому что они постоянно нагнетают Как бы нагнетают Это выглядит следующим образом Идет одна группа небольшая На определенном небольшом участке За ней вторая, за ней третья, за ней четвертая, пятая, десятая Это идет 24-7 То есть беспрерывно Их всех утилизировать надо В любом случае И конечно это делать очень тяжело В то же время в Луганской области уже наши атакуют Там в районе Белогоровки Чуть северо-восточнее Если так сказать Серблянское лесничество Там наши конечно им очень сильно насыпают И третий день подряд Отбивают территории Ранее захваченные Рашистами То есть там наши хорошо продвинулись То есть в Донецкой области Они больше жмут Луганской мы больше жмем Харьковская область Определенный статус-кво Бои продолжаются Херсонская область Рашисты ведут обстрелы города По ним тоже прилетают очень значительно Им там попалили очень много Потому что они стояли в лесах Собственно говоря Эти леса загорелись По неизвестной науке причине Это в районе Олешек В районе Гапрея И так далее Там они сильно погорели В лесах У них материально-техническая база погорела Погорели раненые Они их не эвакуировали Короче там у них тоже плохо Запорожье Тоже более-менее статус-кво Они атакуют опять Но как-то продвинуться тоже не могут Вот и все Но потери Потери они опять большие Как обычно больше тысячи голов Вот 1100 на вчерашний день То есть Рашистов отправлено на концерт Кобзона Всего 566 710 Путинских вот этих федерастов Которых он привел в Украину С оружием в руках Убивать женщин и детей Но у них не получилось Это они решили послушать Песни Кобзона На палубе крейсера Москва Которая теперь подводная лодка 9 танков за вчерашний день Отправлено прямо в металлолом Это хорошо С танками я уже рассказывал У них там сейчас проблемы Потому что все что могли восстановить Такого знаете Ремонтабельного Они уже отремонтировали Теперь надо ремонтировать то что Еще их много Их там больше 3000 танков Скажите мне На базах Но Вот эти танки которые Остались Это либо танки которые Скажем так Ремонтабельных моделей Т-72 например Но Разобраны в дребезги Все снято Включая пушки Все Все уже Стволы поснимали Все поснимали Аппаратуру Все То есть Очень тяжело Либо очень тяжело Ремонтируется И Например Как Т-91 моделей Они еще есть Но Это танки Производства Где-то 92-93 Года Вот так вот Приблизительно Они есть еще Но Довести их до ума Очень и очень сложно И долго И дорого Поэтому Проблема у них С броней Да 9 танков Вчера Всего 8266 Нормально так И Вчера Необычно Большое количество Легкой брони Было отминусовано Урошистом Сразу 46 штук Всего 15960 Что-то их прорвало Вчера Они использовали Не БМП БТР И так далее Но И тут же Прихлопнули Это все дело 44 артиллерийских Орудия Это Артиллерийских Орудий Я это выговорил Тяжело Как-то да Идет дело Да 44 штуки Уничтожено Урошистов Соответственно 15586 Всего И Одно средство ПВО Был разбит Все видели Я думаю Это видео Бук М1 Красивым попаданием 896 В общей сложности Самолеты Вертолеты Остались поздно Вчерашних Данные 362 326 А вот Беспилотников За ночь За сутки Поназбивали много Были Довольно редкие Варианты Которые Не знаю Почему Рашисты Перешли К их Использованию 52 штуки За вчерашний день Всего 12402 Но интересно Что Под Киевом Сбили Беспилотник Который Представляет С собой Давным-давно Снятую Залу Давным-давно Снятую Уже С производства То есть Его даже Нет в каталоге Этих Беспилотников От хорошей Жизни Снятые И где-то Поскодированные Которых там По несколько Штук Осталось Такие Беспилотники От хорошей Жизни Тоже не будешь Использовать Видимо У них Не все В порядке С производством Шахедов Раз используют Вот такое Вот Это все равно Опасное оружие Да Эти беспилотники Даже старые Даже снятые С производства Но тем не менее Это говорит о многом То что они Используют Такие пепелации 68 грузовиков И автоцистерн Отправлено В утиль сырье Ну замечательно 21 036 всего И 9 единиц Спецтехники То есть Это радиостанции Различных типов И радиолокационные Станции И РЭБ То что мы уничтожаем Ну смотрите Всего 2616 Надо сказать Что наши дроны Сейчас начали Оснащать искусственным Интеллектом Поэтому Российские РЭБ Во многих случаях Им просто до задницы То есть Несите что-нибудь еще Потому что Ваши РЭБ Не работают Они просто Горят